Мы видим то, что делает Лавров в отношении Ближнего Востока, Сирии, это безусловно спасение для России. То, что он боролся с Медведевым по Ливии, и позиция МИДа однозначно была, она не совпадала с позицией тогдашнего президента. То, что МИД все-таки настоял на том, чтобы позиция России по сирийскому вопросу была однозначна. Изборский клуб выезжал в Сирию, Проханов, Леонтьев, я, мы были в Сирии, встречались с президентом Асадом, были на передовой, были в боевых частях, были среди боев, мы видели, что происходит. Я вот точно говорю, что позиция Лаврова, позиция МИДа, а это и есть позиция Путина, абсолютно правильная, она единственно возможна для нашей страны. Сегодня мы проиграем Сирию, сдадим сирийское государство, завтра эта война будет на территории России, это очевидно. Во всем остальном тоже, мне кажется, что позиция Лаврова, это один из лучших министров иностранных дел, которые вообще были в истории России, возможно, за последние годы. Безусловно, его курс, ну, это курс путинский во многом, конечно, но и он тоже, и профессионал, как интеллектуал, как специалист, очень много значит. МИД является очень эффективной структурой определения внешнеполитического курса. Тем более, после исчезновения так называемых советников президента по международной политике, которые долгое время сидели на Старой площади, и спец всяких представителей, я выступаю за то, чтобы внешняя политика концентрировалась в руках Министерства иностранных дел и определялась президентом, Советом безопасности и Министерством иностранных дел.